Российские олигархи, заработавшие миллиарды при правлении Путина, теперь пытаются дистанцироваться от него. Часть олигархов уже не хочет иметь ничего общего с диктатором. Одни пытаются продать свой бизнес в России, другие массово оспаривают в судах санкции ЕС. Уже более 60 олигархов и компания подали иски в Европейский суд. Но Путин считает, что все в России принадлежит лично ему. Как-то шутку многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло. И добавлю, и знаете, сейчас добавлю очень важную, простую, но очень важную вещь. Никто из простых граждан страны, поверьте, не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках. Как олигархи отрекаются от Путина? Почему готовы променять Россию на, как говорят в Кремле, недружественные страны? Чем это может обернуться для самой России? Окружение Путина, благодаря его длительному правлению, накопило огромные капиталы. Хотя на самом деле, никогда никто из них не был их полноценным собственником. Они лишь выполняют поручения хозяина Кремля и управляли активами. Но это позволяло им жить роскошно, ни в чем себе не отказывать и удовлетворять любые капризы. Но так называемая путинская военная спецоперация против Украины загнала их в тупик. Настало время платить по счетам. Западные страны ввели против российских олигархов санкции. Шикарная жизнь закончилась. Там есть старые олигархи, которые еще остались с 90-х годов, с начала 2000-х годов, кто заработал свои состояния в тот период, в период большой приватизации. А есть те, кто стал олигархами-миллиардерами при Путине. Вот братья Ковальчуки, братья Тимченко, Ротенберги, это вот путинские олигархи. Те, кто как бы от него эти миллиарды получил. Сечин, там руководство Газпрома, это путинские люди. После нападения России на Украину, начиная с аннексии Крыма в 2014 году и особенно вторжения в феврале прошлого года, ЕС увел санкции против почти полторы тысячи россиян и более 200 юридических лиц. Что интересно, десятки российских миллиардеров обрушили свой гнев не на Кремль, а на страны Запада. Они считают, что не в силах повлиять на решение Путина и отправились в западные суды в попытке хоть как-то смягчить для себя санкции. К Путину пришла делегация, имен меня не называли, кто там был, но пришла делегация вот этих самых олигархов и говорят ему, Владимир Владимирович, а может не надо идти на конфликт с Западом? Давайте, может быть, остановимся, договоримся. Вот санкции это плохо, это для России проблема, для российской экономики, и мы теряем. А мы уж ради вас постараемся и так далее, да. То есть, с нижайшей просьбой пришли к нему, с рациональными предложениями. На что, якобы, последовал такой ответ. Вы сюда пришли, но можете отсюда и не уйти. Или уйти не туда, куда вы пришли, а уйти в то место, которое в России издавна называют, куда Макар Телят не гонял. Таких мест в России очень много, места не очень теплые, не очень комфортные. И вот говорят, что такая реакция Путина на российских олигархов очень сильно оказала влияние. После этого никаких обращений к Путину, прекратить войну, прекратить конфликт с Западом. Таких обращений не было. По данным агентства Bloomberg, 23 российских миллиардеров, входивших в 500 самых богатых людей мира, за год полномасштабной войны России против Украины потеряли 67 миллиардов долларов или 20 процентов от своего совокупного состояния. Это в четыре раза превышает динамику потерь по сравнению с другими миллиардерами, входящими в список самых богатых людей мира. Но вот как раз путинские олигархи, они-то зарабатывают на проектах, связанных с войной. Они зарабатывают внутри России, благодаря государственным подрядам. Ротенберги зарабатывали на Крымском мосту. У Ковальчука огромная империя медийная, которая работает на Путина. Банковский бизнес, который обслуживает войну и так далее. Чемизов, тоже еще один путинский олигарх, тоже на войну работает. А вот старые олигархи, у которых часть активов на Западе или которые были связаны с торговлей с Западом, вот они пострадали достаточно существенно. Российскому олигарху Михаилу Фридману после ведения санкций по сути ареста счетов, правительство Великобритании выделило определенную сумму на расходы, на такси и покупку еды. Олигарх жаловался, что выделенная ему сумма очень ограниченная, с учетом стоимости жизни в Лондоне. Часть российских олигархов решила полностью покинуть Россию и перевести свои активы либо на Ближний Восток, либо в Китай, либо в западные страны. В западных странах это, конечно, сложнее. От них будут требовать некого покаяния и будут относиться все равно с подозрением, несмотря на любые щедрые пожертвования, политические фонды в западных странах. Поэтому пытаться они, конечно, могут. Они привыкли к жизни на Западе, они привыкли зарабатывать сверхприбыли в России, а тратить их на лакшери жизнь в западных странах. Сейчас это разваливается и, да, некоторые пытаются пожертвовать своими связями с Россией, даже оставить за бесценок распродать активы в России для того, чтобы все-таки тот образ западной жизни сохранился для их и их потомков. Теперь, чтобы вернуть арестованные средства, олигархи всячески пытаются дистанцироваться от Путина. Например, люксембургский холдинг Михаила Фридмана и Петра Авина, владеющий в России Альфа-банком и Альфа-страхованием, пытаются вывести активы с РФ. Бизнесмены пытаются продать свои российские доли. Многие, кстати, жили и живут на Западе, в Лондоне. Ну, тот же самый Фридман или Авин, вот главные владельцы и основатели, владельцы Альфа-групп. Фридман, кстати, родом из Львова, был таким приятелем Немцова. И, ну, явно он не очень был доволен тем, что происходило в России. Поэтому, видимо, и уехал на место жительства в Лондон. Но часть бизнеса в России. Вот может он повлиять на Путина? Я скажу откровенно, вряд ли. Потому что он доступа к нему не имел. Ну, говорят, что вот у Авина, который там в 90-е годы контактировал неоднократно с Путиным, и, в принципе, лично с ним знаком, но говорят, что да, там какие-то контакты были, но вряд ли тоже это люди, которые могли бы повлиять на Путина. Или сказать ему, прекрати делать эту политику. Поэтому, когда я слышу оценки, что вот эти олигархи, вряд ли они могут повлиять на Путина, я согласен с таким оценками. Ну, думать, что в России существует олигархия, где Путин лишь инструмент этих олигархов, это не соответствует действительности. Это наивно. Представители российских олигархов объясняют выход с российских активов тем, что вести бизнес параллельно и в России, и на Западе сейчас невозможно. Компании Фридмана идут по пути ряда мицелиации. Переезд компании из одной юрисдикции в другую. Процесс непростой и небыстрый. Он связан с бюрократическими препятствиями. Механизм санкций был применен не так давно, но и поэтому прецедентов его длительного существования еще не создано. Поэтому некие юристы считают, что можно опротестовать в суде наложение тех или иных санкций на физические лица или активы. И часть олигархов решила пойти по этому пути. Но будем откровенны, это же не просто юридические решения, это политические решения. И поэтому политическое поведение подсанкционных олигархов будет первым индикатором для того, отдадут ли им хотя бы часть их активов. Или они будут заморожены на длительный срок с перспективой передачи в фонд восстановления Украины. Фридман и его партнер Авин покинули Россию сразу после начала войны с Украиной. Тем не менее, они оказались в списках санкций Великобритании и ЕС. Оба бизнесмена готовы буквально на все ради отмены санкций. Фридман живет в Лондоне и последовательно отрицает какие-либо близкие связи с Кремлем. Фридман Авин и их партнеры создали банк в начале 90-х годов. В настоящее время это самый крупный частный банк в России. Когда мы говорим о сегодняшних олигархах, это олигархи в первом поколении. Это не обладатели семейных капиталов. Они заработали сверхприбыль за счет коррупции, как правило, и сотрудничества с государством. Будь то ваучерная приватизация, либо специальные условия выполнения контрактов государством. На западном рынке столько заработать они не могут. Они не являются гениальными изобретателями, владельцами патентов на некие IT-технологии или особенности искусственного интеллекта. Поэтому их уход на запад – это более сохранение капиталов, чем инвестирование в рынок с целью заработать на западных рынках. Как сообщало издание Financial Times, Фридман и Авен получили сигнал о том, что продажа Альфа-банка поможет им выйти из списков санкций. Сумма сделки, как утверждало издание, составляет 2,3 миллиарда. Это в несколько раз ниже довоенной цены банка. Покупателем, по данным газеты, должен стать Андрей Косаков, старый деловой партнер Фридмана и Авена. Не прекратят российские олигархи этой войны. Они, конечно, обращаясь в суды, думают о своих шкурных интересах. Они очень много потеряли. Вот даже разговор этого Фархада Ахмедова с Иосифом Пригожиным. Олигарх, кстати, не самый богатый, но был там российским сенатором, миллиардер, но далеко не самый богатый и не самый влиятельный. Да, как он плакался, сколько он потерял из-за западных санкций. А другие еще больше потеряли. И тот же Фридман, там в России находится Дерипаска, тоже плачется. Ну и там другие тоже. Потанин. Они потеряли очень много. Но они оказались, скажем так, заложниками нынешней ситуации. Их не оправдываю. Но для них единственный выход, да, это попытаться убедить Запад, что они не враги. Они не могут ничего сделать с Путиным, не могут на него повлиять. Они не хотят рисковать своей жизнью и своими экономическими ресурсами, естественно. Это тоже их шкурный интерес. Поэтому единственный способ для них как-то защитить свои интересы, тем более, что на Западе это возможно, это идти в суды. Вторым крупным активом, от которого стремятся избавиться российские олигархи Фридман и Авен, является компания Альфа-Страхование. В начале мая вышло расследование проекта схемы украинской службы Радио Свобода. В нем говорилось, что Альфа-Страхование страхует российскую военную технику. Жить в иллюзиях, что путинские олигархи, ну или вообще российские олигархи, могут поменять ситуацию, но это наивно. К сожалению, это не так. Повлиять ситуацию может ближайшее окружение Путина. В том случае, если либо Путин ослабнет, ослабнет физически, психологически, и вот тогда, возможно, они начнут действовать более активно. Как это случилось в последние недели и дни жизни Сталина. Только тогда сталинское окружение начало действовать. А так они боялись диктатора до последних дней его жизни. Вот и Путина боятся. Но если вдруг ослабнет, тогда начнут действовать. Или вдруг возникнет, не дай бог, конечно, угроза ядерной войны, их тоже уничтожение в петле этой войны. Вот тогда, может быть, тоже начнут действовать более активно. Потому что есть что спасать, за что бороться. Фридман пытается дистанцироваться от войны. Он заявил журналистам, что вышел изо всех органов управления российских и иностранных компаний, акционером которых является. Вся эта ситуация явно бесит Кремль. Говорят, миропорядок, основанный на правилах, это вот и есть подмена всех понятий. Частная собственность неприкосновенна. Что бы мы ни думали про наших олигархов, но когда просто так, без всяких судебных решений, а просто по щелчку исполнительной власти, арестовываются особняки, вторгаются в эти особняки люди, арестовываются яхты. Фридман и Авин не единственные, кто пытается добиться отмены санкций. Десятки российских олигархов, заработавших миллиарды благодаря Путину, не хотят иметь ничего общего с кремлевским диктатором. По данным суда ЕС, в Люксембурге иски подали 61 человек. И компания из России и Беларуси. Ситуация выглядит абсурдной. Олигархи из всех людей, которым кажется безразличной ситуация с правами человека в России в оккупированной Украине, теперь жалуются на посягательство на их собственные фундаментальные права. Мол, их активы в ЕС были несправедливо заморожены, их яхты незаконно конфискованы. Так что вот такая ситуация. Некоторые самые хитрые из старых, особенно российских олигархов, ну старых не столько по возрасту, сколько по стажу, это Абрамович. Вот они пытаются выступать в роли активных посредников. Когда вот Давид Арахамия сказал, что атаку на Кремль якобы профинансировали обиженные олигархи российские, или как он сказал, клуб обиженных олигархов. Ну, версия красивая, интересная, но я в это мало верю, скажу откровенно. Мало в это верю, потому что это люди, которые знают российскую действительность, российские практики. Они прекрасно понимают, если они что-то подобное сделают, завтра с ними что-то сделают. И они этого боятся гораздо больше, ну я имею в виду своих российских путинских спецслужб, они боятся гораздо больше, чем западных станций. Среди истцов мультимиллиардер Григорий Березкин требует 1 евро возмещения нематериального ущерба, причиненного в результате санкций. Сергей Мдаянц, управляющий телекоммуникационной компанией «Система» и ответственный за связи с правительством России, пытается убедить, что он якобы никудышний предприниматель. В частности, в своем иске Мдаянц указал, что ЕС внес его в список санкций, хотя не было доказано, что он был значительным и ведущим бизнесменом. Даже очень близкие для российского диктатора люди внезапно стали от него дистанцироваться. Яркий пример друг Путина Геннадий Тимченко, с которым Бункер наиграл в хоккей. Тимченко – основной акционер Банка России. Состояние оценивается аж в 20 миллиардов евро. Он подверг критике решения Европейского Союза вести против него санкции, заявив, что его тесные связи с Путиным не означают, что он является союзником войны в Украине. В списке истцов в Люксембурге есть и другие известные на Западе имена олигархов. В частности, например, бывший владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович. Также пожаловался известный в Германии олигарх Олеша Русманов, живший в роскошной вилле на озере Тигернзея, а затем бежавший в родной Узбекистан. По опубликованным перехватам нескольких телефонных разговоров представителей российского эстеблишмента мы видим настроение. То есть они все понимают на самом деле. Они понимают, что Кремль их втянул в военную авантюру, в которой не будет победы. Они не верят ни в какую победу. Они пытаются спасти свое личное будущее, будущее своих семей, свои активы и капиталы, многие из которых арестованы или заморожены на Западе. Но в то же время они очень боятся Кремля, ФСБ, укола новичком, мести и так далее. И поэтому позиция многих олигархов российских, она соглашательская, но в то же время они пытаются для спасения своих активов сделать некие небольшие публичные заявления с осуждением войны. Это навряд ли им поможет, потому что они тоже причастны к тому, что в Кремле был создан именно такой режим, который нападает на сопредельное государство. Несмотря на огромные потери, российские олигархи за почти полтора года войны не смогли ни переубедить Путина в несообразности войны, ни совершить дворцовый переворот в Москве. Говорить о том, что элиты примут решение для дворцового государственного переворота и в России будет новый лидер, об этом еще очень рано говорить. И к тому же, если будет замена первого лица в Кремле, то не будет смены режима. Исследование подобных ситуаций в других странах, когда страна с авторитарным руководством ведет длительную непопулярную войну, результаты этих исследований показывают, что даже в случае физического устранения или замены лидера в таком государстве режим сохраняется. И любой пришедший на его место продолжает эту войну, потому что введение этой войны уже является залогом существования режима. Заработав деньги в России до или при правлении Путина, многие олигархи не хотят ассоциироваться с кремлевским режимом. Они пытаются откреститься от диктатора, хотя в этом отдалении на первом месте стоит вопрос доступа к своим капиталам, а уже потом вопрос войны России против Украины. Выдача ордера международным уголовным судом в Гааге на арест Путина – это приглашение для бизнес-элиты России. Олигархи должны сплотиться не вокруг президента, против него. Они его породили, они должны его отстранить или устранить от власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова